Сегодняшний ролик я хочу посвятить обману и краже аккаунтов игровых клиентов, таких как Steam, либо же краже аккаунтов в социальных сетях, абсолютно любых. Также мы поговорим о профилактике данной проблемы, чтобы случайно не стать жертвой такого мошенничества. Ну и конечно же скажу несколько слов о том, что делать, если вдруг вы уже потеряли свой аккаунт и это случилось совсем недавно и для вас еще не все потеряно. Прежде всего вам необходимо знать, что все современные игровые клиенты, а также браузер достаточно хорошо защищены от автоматического взлома и различного рода хакерств. Отсюда вывод, что потеря вашего аккаунта напрямую зависит от ваших действий. Прежде всего хочу начать с сайтов клонов, которые будут доступны по видоизмененным ссылкам. И в принципе вы можете не заметить, по какой ссылке вы переходите и попав на такой сайт, вы непременно не отличите интерфейс от настоящего. Там вам предложат ввести свой логин и пароль и вы достаточно легко потеряете свой аккаунт, потому что отправите все эти данные злоумышленно. Это наиболее широко распространено на такие игровые клиенты, как Steam. Существует огромное количество клонов сайтов, где вам предложат ввести логин и пароль. Такие сайты имеют неотличимый от настоящего интерфейс, к примеру, сайта Steam, либо же сайта Facade. Кстати говоря, сейчас это самая распространенная проблема. Например, вы можете получить сообщение от близкого друга, у которого скорее всего тоже угнали аккаунт, где он спросит вас, не ваш ли это аккаунт и ссылочку, либо какое-либо другое заманчивое предложение. Естественно, ссылочка будет видоизменена и вы можете не заметить подвох и перейти по данной ссылке. Ну а далее вы просто введете логин и пароль и потеряете свой аккаунт. Мера профилактики здесь только одна. Необходимо внимательно смотреть, да буквенно, по каким ссылкам вы переходите. И не вводить логин и пароль, не убедившись в том, что вы находитесь на официальном сайте. Также, если вы действительно заподозрили, что что-то не так с сообщением от друга, то есть смысл связаться с ним через другой источник, к примеру, позвонить ему. Так вы точно будете уверены, что друг отсылал вам сообщение. А также предупредить его о возможном взломе его аккаунта. Следующий вид кражи аккаунтов заключается в загрузке на ваш компьютер какого-либо вируса, трояна. Здесь есть несколько способов, по которым вы можете скачать себе такой вирус. Например, опять же, получить сообщение либо якобы из техподдержки Steam или другого игрового клиента, либо же по предложению друга, либо же случайно, придя на сайт, а может быть и не случайно, а опять по заманчивой ссылке. И, естественно, с сайта загрузится файлик, который вы откроете сами, либо откроется автоматом, если у вас не установлены никакие защитные программы. К примеру, Брендмауэр, либо же хотя бы стандартный Брендмауэр Windows, либо Брендмауэр какого-либо антивируса, который не позволит запускаться подобным программам автоматически. Но если же вы все-таки повелись и открыли данный файл, то непременно получите как раз тот самый троянский шпионский софт, и который впоследствии также будет красть ваши личные данные. И, естественно, все это закончится результатом потери вашего аккаунта. Говоря о профилактике такой проблемы, здесь стоит сделать следующий вывод. Никогда никого не слушайте, если вам предложат установить какую-либо программу. Пусть будет даже очень похожая поддержка игрового клиента, потому что никто никогда вас ни о чем просить не будет. У таких проектов, как игровой клиент Steam, есть специальная защита, которую пользователь устанавливает по собственному желанию, и никто никогда вас не попросит установить какую-то левую защиту. Также обратите внимание, что присылают ваши друзья, как я говорил уже выше. Не стоит переходить по каким-либо ссылочкам, скачивать программы, пусть даже вам предложат там золотые горы, ничего бесплатно не бывает, это стоит помнить. Также любители почитерить тоже могут получить себе трояна. Скачав какой-либо чит, он будет просто шит прямо в нем. То есть вы все сделаете собственными руками. Еще один важный метод профилактики – обязательно устанавливайте продвинутую защиту игровых клиентов, таких как двухконтурная аунтификация. В Steam она называется Steam Board. Это поможет избежать вам потери аккаунта. В том случае, если вы уже загрузили себе такой вирус, и если вдруг вы обнаружили, что с вашего аккаунта кто-то заходит, то непременно нужно поменять все пароли, по возможности сменить почту, по возможности восстановить аккаунт с помощью двухконтурной защиты. Если такая не была подключена, то быстро ее подключите. Но если не было у вас никаких защит подключено, то, конечно, здесь шансов мало, что вы успеете что-либо восстановить. Ну и непременно компьютер нужно полностью будет просканировать на вирусы, а лучше несколькими антивирусами сразу, точнее поочередно. Для этого есть такие утилиты, как DrWebCaryEat, либо же Касперский антивирус Tool, которые помогут вам устранить данные проблемы. Здесь же хочу подметить, что в принципе можно восстановить аккаунт даже в самых худших случаях. Если же ваш аккаунт был новым, и вы помните от него секретное слово, вы можете написать в службу поддержки, где описать всю свою проблему, написать все свои данные, которые были привязаны к аккаунту, и возможно у вас удастся восстановить ваш аккаунт. Некоторые мошенники используют XSS уязвимости браузеров и копируют ваши cookies-файлы. Данные файлы хранят информацию о авторизации браузера, и естественно злоумышленник получит копию и сможет заходить с ваших аккаунтов. Но стоит помнить, что пароли в этом случае он не получит. Получив доступ к вашим аккаунтам, злоумышленник сможет получить всю необходимую вашу личную информацию, либо же осуществлять различные рекламные рассылки, в том числе и заниматься мошенничеством с вашего аккаунта, отсылая подобные письма с обманом вашим друзьям. Также здесь хочу отметить, что все современные браузеры, к примеру Google Chrome, оснащены уже такой защитой, которая не позволит красть cookies-файлы. В случае, если это случилось, то браузер оповестит о том, что сайт пытается скопировать ваши cookies-файлы. И здесь уже все зависит от вас. Вы можете случайно нажать разрешаю, и отсюда пойдут проблемы. Но ведь некоторые браузеры вовсе не защищены, такие как Opera. И в случае, если через Opera вы перейдете на какой-либо сайт, у вас скопируются ваши cookies-файлы, и злоумышленник сможет заходить с авторизованных ваших аккаунтов. Также здесь присутствует огромная опасность, что злоумышленник получит доступ к вашей электронной почте, а как известно, ключевая защита многих аккаунтов в социальных сетях, также в игровых клиентах, это почта, так как она привязана к вашим аккаунтам. Естественно, через нее возможна смена электронной почты, а также смена пароля. В общем, это уже дело техники, которой владеют злоумышленники. Профилактика здесь самая простейшая, просто не переходить по неизвестным ссылкам. В случае, если где-то вы перешли, то внимательно читать, что выдает вам браузер. Возможно, просто стоит отклонить запрос на копирование cookies-файлов. Если же все-таки вы заметили, что с вашего аккаунта уже кто-либо заходит, то здесь стоит быстренько выйти в браузер, через который вы переходили по ссылке со всех аккаунтов, в том числе и в стиме, и удалить cookies-файлы, очистить их. Затем можно будет заново авторизоваться. И опять же, вы не знаете, что успел сделать злоумышленник, воспользовался ли он почтой вашей, смог ли изменить ее. Непременно нужно изменить везде пароли тех аккаунтов, которым получил злоумышленник доступ. В заключение поговорим о общей профилактике по краже аккаунтов. Как я говорил уже несколько раз за этот ролик, ваша неосторожность может привести к потере вашего аккаунта. Именно поэтому стоит наблюдать за тем, по каким ссылкам вы переходите, какие файлы скачиваются. Непременно пользуйтесь только официальными сайтами. Внимательно проверяйте, на какие сайты вы переходите. До буквы. Если вы используете свои аккаунты на чужих компьютерах, то либо не оставляйте авторизацию запомненной, либо же обязательно не забывайте выходить. К примеру, если вы ходите в игровой клуб, и там забыли выйти с вашего игрового клиента, то могут вас ожидать неприятности. Не ведитесь на всякие предложения в Севдо техподдержке, проверяйте присылаемые сообщения у ваших друзей путем звонка, проверки, точно ли отправляли они сообщения и так далее. Обращайте внимание на сайты клоны, в которые вы вводите свой логин и пароль, потому что вы можете легко перепутать его с официальным сайтом. Внимательно читайте сообщения, которые выдает вам браузер, чтобы случайно не согласиться на копирование cookies файлов или на другие какие-либо предложения. Обязательно на своем компьютере установите и включите самое простейшее программное обеспечение, то есть брендмауэр, которое не позволит запускаться всяким зловредным программам автоматически. Самое важное, что стоило скорее всего сказать сначала, обязательно во всех своих соцсетях, на всех игровых аккаунтах, делайте сложные пароли, привязывайте их к почте, а также включайте двухконтурную аутентификацию, если такая присутствует. Существует огромное количество разновидностей почты, это и Яндекс, и Мэйл, и другие. Я предлагаю вам зарегистрировать почту в Gmail, то есть в почту от Google, и привязать ее ко всем имеющимся важным аккаунтам, так как почта Gmail имеет защиту, двухконтурную аутентификацию, которую в принципе сломать будет сложно. И если у вас будет такая защита, то естественно и злоумышленники ничего сделать не смогут. При создании аккаунта обязательно записывайте ключевое слово и ключевой ответ, который вы указывали при регистрации. При использовании сторонних сервисов, таких как открытие кейсов в CSGO или в других играх, обязательно пользуйтесь только теми сайтами, которые проверены, читайте о них отзывы, смотрите, где вы проводите аутентификацию, где вы вводите логин и пароль. Если вы пользуетесь Fasate, то обязательно сейчас проверяйте, точно ли это официальный сайт Fasate, поскольку кражи аккаунтов таким способом довольно сильно участилась. И различить фейковый сайт Fasate от настоящего довольно сложно, если не обращать внимание на ссылку. Как я говорил выше, ваша почта является ключевой защитой вашего аккаунта. Именно поэтому не нужно с одной и той же почты регистрироваться во всех подряд сервисах. Создайте почту для нескольких важных аккаунтов, к примеру, для Steam, для Contact и для других социальных сетей игровых клиентов, чтобы сторонние сервисы не смогли получить данные о вашей почте и не смогли впоследствии использовать ее для взлома. В случае потери аккаунта необходимо сделать всевозможные действия, чтобы попытаться ее восстановить. Первое, что необходимо сделать, это сразу поменять пароль. И пароль стоит менять не только на том аккаунте, который украли, но также еще и на почте. Очень сильно рекомендую это сделать. А возможно и вовсе поменять почту на другую. Дальнейшие действия будут зависеть от способа, которым украли у вас аккаунт. Например, это выход из всех ваших аккаунтов важных, а также очистка cookies файлов в браузе. Все остальные возможные варианты спасения вашего аккаунта я описал выше. Надеюсь, что вы не попадете в глупую ситуацию. Будьте всегда на чеку, внимательны, и ваши аккаунты будут в сохранности и в порядке.